Мехи-хот! 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 Арифор! Ха! Кишки! Дорожа! Крёв! Главное, фарфор, нету снычерктиж и башни! Чего бить надо? Их до хуя просто! Садись, садись, садись! Всем привет, это Будня Трутня, и мы продолжаем рассказывать, как мы съездили на Вархаммер. Сегодня третий-четвертый день и, наверное, заключение. С чего у нас начался третий день? Ну, как, собственно, и все остальные дни. Третий день начался с очередной планерки встречи главкланов у сервопровидца. И тут пара слов о крысиной политике. Собственно, мы, как клан Скалли, на советах ставили две важные цели. Первое, рассказать сервопровидцу о том, насколько мы ответственный клан, насколько тщательно... Мы, мы, ты там только был, и мы вообще не знаем, что там у вас творилось. Я говорил за весь клан Скалли, так как... А вам об этом знать не обязательно. Так как Штурмвермингрим уже был у меня в кармане подсажен на лекарства, да, я стал спикером основным, и я говорил ему о том, насколько же мы верны ему. А вторая цель была показать, какие же чумники отстойные слуги. Как они саботируют все планы, замыслы. Как они безответственно выполняют свои обязанности и в целом мешают нашему замыслу. Ребят, я наслышал, что она... Записи нашел? Да, да. Хорошо. Великий Владыка. Ну да, да. Мы клан Скалли уже на шаг впереди этих планов схем. На эти записи и сами ингредиенты у нас. Мы готовы сделать этот яд, который встроит новую чему в любой момент, как по вашему приказу. Хорошо, хорошо. Очень сильное влияние. План схема становится близко, близко, реально, реально. Все будет разрушено, все будет гореть и крить. Вослава Ракота. Вот что значит. Мудрое правдение в личке. Все сбывается, каждый план схема работает. А вы, вы сомневались, сомневались, но ничтожные, слабые, только я здесь один, мудрый, хитроумный. Например, был такой случай, когда на очередную планерку, как раз в начале третьего дня, чумники привели пленника. Прежде чем они могли что-то начать говорить, после того, зачем они привели пленника, я решил воспользоваться возможностью сразу сказать правитцу, что это ужасная безответственность. Как могли они привести пленника прямо к нему лично? Это же представляет ему опасность, они, очевидно, предатели. Ну, после вчерашнего предательства, думаю, все было очевидно, но, между прочим, мы тоже не отставали. В первый день, когда, собственно, еще только началась игра, я пришел к Сиру, уже после планерки, и сказал ему о том, что клан Скалли разорил нашу нору. Наш храм, ворота были закрыты. Кто угодно мог обокрасть наш храм. Например, веревомные морсы, которые не выказывают никакого уважения к совету. Морсы были убиты нами в тот момент. Туда им и дорога. Значит, это были вы и ваш клан. Шагай к Серому Сиру. Он желает вас видеть. Тебя, когда казнили, потом появился как бы ты новым персонажем. Да, другим персонажем. И Сир тогда тебя назначил новым жрецом главы. Поэтому я решил, что этим храмом будет управлять более преданный умный жрец. Тот, который знает, как служить рогатой, не предавать правитцев, которые рассказывают план-схему рогатой. Да, да. Ты, ты, Крик, будешь теперь управлять храмом. Тотарь должен справиться лучше, чем предыдущий жрец. Если я узнаю, что ты совмашляешь план-схемы против меня, не дуэля уничтожу тебя, как и предыдущего жреца. Да, да. Ты обещал быть верным. Конечно же. Я был верен больше того. В какое-то время. Ну, опять же, я был верен, но это не значит, что я не знал, что случилось в прошлом. И это не значит, что я доверял, как говорится, правительству от этого сильнее. Что мой второй персонаж... А у вас внутри в клане что происходило? Были некоторые игроки, которые, условно говоря, были за прошлую итерацию меня, которым убили, которым не нравилось то, что Сир тут командует и кого-то назначает. Ничего не получилось. Нет, нет. Ты их убил, убил? Они сомневались. Они сомневались. У них силы, что я проявил свое могущество. Отлично. Если ты их уничтожил, то опасности нет. Нет. Они не уничтожены. Они не уничтожены. Я хотел сделать это прямо сейчас. Рабушу. Ранитесь. Да. Ранитесь. Все, Рассиров. Ранитесь. Они были близкие предыдущему. Они хотели вас предать, Серриси. Вы привели предателей прямо в шатёртвицу. Да. Ну, смотри, смотри, скали. Сиры, примите, следят суд над ними. Да, да. Я это сделаю через поста. Оставь поста. Снова Сир послушал, послушал кого-то. Сказал, что хорошо, но не добивайте, я их сам. С ними сам разберусь. Хорошо. И спокойненько ушёл, думая, что у меня будет немножко больше времени, чем у него на самом деле было. Скажи, скажи. Коль, мы убили предателей. Мы сковали, схватили их. И что? И всё? Мы сковали, схватили, и Серр сказал, что у него пока что нет времени. То, что его план схемы важнее. Предатели, предатели пока висят. Просто на цепи. Да, как Серр вернётся. Это это висит на цепи, по-твоему? Да. Ну, такая цель. Сами выбрали. Чуманая. Знает, ведает. Еретик ты. Вместо того, чтобы... Ты не угрожаешь. Я угрожаю. Ты предатель. Ты предал наше дело. Старый провидец. Старый жрец сделал свою работу. Три. Он заключил Народный Союз. Сейчас стрелять будет. Убейте предателей. Не лезьте, Волкина. Это наши разборки. Убейте их, как доказал провидец. От серого провидца убьют Еретиков. Баз? Баз Еретиков. Вы. Вы. Дайте мне ударить его. Дайте мне ударить его. Перелез. Порбиту не трогайте. Давай. Что? Стыщки издалека. Стыщки издалека. Стыщки издалека. Стыщки издалека. Стыщки издалека. На, он добыл! Взять! Взять всех чумных! Тащите на суд, в правительство, да? Обязательно возьмите книгу чумного. А где жрет? А где жрет? Вот, да, где он был? Полезай! Полезай, выходи! Давай, полезай! Где чумный жрет? О, дайте, дайте мне бумаги! Не убивайте его! Я дочитаю, чтобы все слышали, видели! Морбидус! Варлок, морбидус! Скорее, сюда! Слушайте, узрите! Все крысы, крысы, крысы чеславлены! И услышьте доказательства! Я был в храме, и чумный жрет! И этому следователю все сказал, что я... Снил челоглаз! Не какое-то звонило, а снил челоглаз! Могу варить болезни! Слава, рогаторь! Слава, рогаторь! Малый провидец принес бумагу и сказал, что в этой бумаге говорится, что чума стоит не много-много, как говорил жрец чумной, а стоит мало-мало! Ложь серому провидцу! Ложь! 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 Не коварство! И самое главное, принесите его книгу! Где книга чумного жреца? Тут я опять проклял свою лень, потому что мне очень неудобно писать скавинские вот эти стилизованные буквы под скавинские руны. И за меня все это делала моя послушница, а она как раз была из тех, кто была у Сира. И она там написала того, что... Классическое предательство через скриптора. А поскольку у меня вся книга ею, ее рукой была написана. То есть, окей, даже если бы, во-первых, никто не хотел проверять, но даже если бы вдруг захотели, это было бы тоже вариант. Но всем было достаточно просто обвинение. Это его книга! Это его почерк! Смотрите! Увидьте! Почерк великого чумного жреца! А теперь смотрите, узрите! Письмо! Письмо! Я от чумного жреца клана Пестеринс Клика. О, великий некромант! Коварство! Коварство, предательство! Наши договоры прошли успешно. Мы готовим великую чуму и гибель серого провидца! Предательство! Предательство! Я отдам Биркевизе вашу власть! Нет! Не бывает этому нет! Он не просто предатель! Он предатель Великий Рогатый! Он предатель всего крысиного чумного рода! Он предатель Совета Тринадцати! Он хотел отдать наш город! Он хотел отдать нашу нору! Во власть некромантам! И вот все доказательства! Его собственной рукой! Здесь и сейчас! Я здесь, Филоглас нашел это! Я! Я здесь, Глагланый кланом Орбидус! Эти крысы со мной! И сам чумной жрец сказал, что я! Я! Могу варить болезни в этом храме! Рогатый! Узри это! Великий Серый Провидец! Позволь мне! Ну! Осуществить это! Позволь мне! Размолодить это чумное тело! Позволь мне! Уничтожить! Сожрать его! Во славу Великий Рогатый! И бросить его в котел! Во славу чумы-чумы! Да! 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 Ты замышлял план схему! Да против меня! Да! Да! Мы все раскрыли! Раскрыли! Ну! Я чувствовал! Нюхал! Стой! Страх! Страх! Предательство! Убейте! Расколотите его! Башку! Этим! Кадилам! Я казню! И оканчиваю свою! Жалкую! Бесполезную! Жизнь! Да! 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 Слава! Рогатый! Слава! Слава! Должна служить дорогатый! Они! Жалким ничтожным помыслом! Яриса! Пронеслась наш храм! Ну да! Иди сюда! Назначного жреца! Да! Кто достоин? Да! Кто? Достоин! Ты сам мне сказал, что хотел собрать информацию! Ты раскрыл! Раскрыл тайну! Тайну! Клан Морбидус! Клан Морбидус! Клан Морбидус верен, да? Заветам Рогаты! Да! Отлично! Отлично! Я не даром погратил с той командным мемом! Ну, чтобы вы прибыли в мою народу! Да! Да! Так! Ну! Да! Ты верен, мумен! Четер! Если ты не будешь замышлять план схемы, то долго-долго проживешь! Да! Сейчас! Сейчас я хочу, чтобы ты начал варить за меня болезни! Почти сразу после этого, на другой стороне норы, происходило еще одно коварство! Кризис лидерства в клане Скалли наконец достиг своего апогея, и штормвермен Варлорд Гримм пришел в алкалхимический лабораторий за новые порции лекарства от симптомов болезни, которая мучила его со вчерашнего дня! Второй дозой ты принес артокены! Это чьи артокены? Это лекарства! Он сильный, могучий! Мы забываем об этом! Ладно! Но потом портокены принесешь! Держи лекарства! Пей его скорее! Нам нужно идти сейчас! Это все делать, пока идем в войну! Ты мне нужен полной готовности к делу! В дурацком лекарствах! Полегчало Гримм? Видите, Станя? Он зависит от меня и это сделал его слабым! Он не может быть варлордом! Но для него есть применение! Шахту его! Шахту! 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 Думаю, ты самый сильный! Но сила не то, что делает варлорда! Самая коварская хитрость! Боюсь хрех, что хрех может предать кого угодно! А-а-а! Страшный! И там, в этой шахте-руднике, Гримм сдохнет! И больше никогда не будет нам докучать! Станя! Кто ваш ворс? Железнород! 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 Сильнейший железнород и больше никто! Никто! Нет! Лекарства там не оказалось! Лекарства там не оказалось! Вместо этого парализующий яд! А-а-а! Проградый поход! Да! В общем, это еще один поход, в который мы долго-долго собирались! Потому что приходит Сир! Давайте через пять минут ты одеваешься и ждешь 40 минут! Ждешь час, пока вы наконец пойдете! Сиру нужен был гриб! Он не знал, что гриб вывезли на коже, но предположил, что если грибы, то грибы! Логично! Да! Мы собрались, вышли в поле, сразу за лабиринтом! Делаем, в общем-то, по полю, я не знаю, мы прошли метров десять! Из Жизели попали в глаз по шлему, это был кто-то из Норскицы! Это Норскицы были! Потом выбежали импирахи! Сломали нос! С чемным кадилом попали в узеломанный нос! И это буквально, мы прошли десять метров, прошли еще пятнадцать метров! Вторая драка, вторая травма! Прошли еще пятнадцать метров! И там каток хаоса! И там каток хаоса! И сбоку еще набегают импирахи, в каток хаоса врезается! В смысле, братьям хаоситам надо было помочь? Ну, в общей сложности, не знаю... Они нас сначала закатали! А, закатали? Да! А я думал, что надо было помочь им и доблестно убежать, естественно! Ну, конечно! Если бы они нас не закатывали сразу! Ну и, в общем, от лабиринта даже далеко мы не отошли! Все! Нас положили! Стойте! А к вам посольство хаоситов не ходило? Нет! Это я предкатил посольство принимать! Аааа! Ну хорошо! А к нам не ходило! Возможно, мы их постукали быстрее, чем выяснили, что это посольство! Ааа! Понятно! Это многое объясняет! Да, но так или иначе, поход был проклят, потому что буквально двадцать метров, две серьезные травмы, и, в общем-то, если бы нас хаоситы не закатали, наверное... Наверное, было бы еще что! Да, были бы еще травмы, так что спасибо! Нет, но все еще не сравнится! Мы вернулись, нас выкупили тут же буквально из мертвятника, мы вышли во второй поход! Да, потому что... За тем же самым грибом! Да, туда же! Но в этот момент мы встретили мастерских торговцев, и... И купили гриб. Да, удачно у них обменяли все, что там, на скребле обменяли, что нам надо... А, да, они еще варп токена не принимали! Да, вот это тоже замечательно! Не принимать варп токена, а у нас нет ничего, кроме них! Зато варп токенов целая гора, потому что к тому времени я нашел казну клана, я половинил ее! Хитрый скокриш! После этого мы решили, что надо зайти с другой стороны города и уронить Дирижабль! Да! Ну, а в поход уже вышли! Ну, раз уж мы вышли, чего ж! Иначе поход кончался бы нелепо, мы даже не успели выйти из лабиринта, когда встретили мастерскую торговку! Нам сказали, что Дирижабль уже упал и стоит на земле, но мы сказали, что это абсолютно не важно! Кому это волнует? Сейчас скинут в ролевую игру, играя мои породы! Выкопаясь перед воротами и побежали на Дирижабль, весело стреляя в него! Да, они понимают сейчас стражники с ворот такие, эээ, почему? Ворота здесь! Почему? Вы не туда воюете! Вы не туда воюете! Ну, а потом они тоже выбежали и нас закатали! Было весело! Было весело! Ну, было весело! Надо просить! Сколько надо спать? Ещё снаряд! Все твари! Собраться! Кучу! Сейчас пониже надо взять, не дай бог чё! Сел, сел, сука, сел! Сколько могу, хру! – На секту на сборке! Ужимай совм源! Села твари! Ну, над Met呀! Ужимай! Села твари! Эй! Ужимай! Ага! На секту на твари! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 и лесом. И там еще такой вот перелесочек из молодых деревьев. И через все это надо как-то протащить телегу, а она не проходит. Был, наверное, план, что мы просто уберем стенки лабиринта, она прокатится сквозь лабиринт и все. Поставим их обратно. А она была шире лабиринта. В любом случае проблема в том, что собирать его она была снаружи, а собрали его в итоге там, откуда его не вывезти. Вот, и пришлось ее через этот подлесок тащить на руках. Нет, через подлесок мы ее катили. А, пытались катить еще один. Нет, не пытали, все было нормально. Пока колесо не сломалось. Вот здесь сломалось колесо. Вот, не делайте никогда колеса из сосны. И не покупайте колеса в масс-маркете. Они все из сосны, они декоративные. Это максимум, да, там, не знаю, люстру из нее, из такого колеса можно сделать. Это, короче, вообще не вариант. Колесо для вагонетки. Для модели этого. Поэтому, потом до города, в первый раз мы шли в Шонфельд, то есть, ну, где-то через пол пол полигона. Мы ее не катили. Мы ее не катили, а несли на руках по очереди. Это очень сплачивает коллектив, когда вы несете тяжелую штуку. Она была очень тяжелая. Да, она была тяжелая, но мы знали, что не зря, потому что там предполагался верментайт, а верментайт это офигенно. ВИОД. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАВКА Чеша вообще съест. Каждый год себе подает вопрос. Почему, сука, не марки собирать? Выбери Ходня. Выбери Рюбери. Выбери Вархамин. Выбери Фрак. Выбери Скальчик. Выбери Костюм. Выбери Стовитилев. Дороги! 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 Кавинов не существует! Их не существует! Можно я закрою обороты с этой смороды? Как хорошо, что я этим не занимался. Я в этом момент занимался другой механикой, которая тоже должна была хорошо ударить по импирахам, а именно массовыми рукотворными эпидемиями клана Чумы. Мы нарезали, где-то вот к концу второго дня, мы наконец-то нарезали сотню очков в котел, для того, чтобы собрать большую чуму, большую эпидемию на весь город, на хорошую болезнь. Слабая болезнь, сильная. Вот на сильную болезнь, на чесотку, чтобы можно было только одной рукой. И, казалось бы, вообще тем хорошее. То есть ты сначала делаешь эпидемию, все заражаются, там мастера раздают чипчики. Там 200, по-моему, чипов было. Ну, неплохо так. А потом мы вкатываемся и всех выносим вперед ногами. Но есть небольшая проблема. Вот мы говорим, мы варим чуму. Хорошо, говорит. Мастер звонит на мастерку региональщик, говорит, вот, в общем, все, ребята сварили, все по-честному, я репутал чипанул. Все, давайте нам 200 чипов. И вот пока один мастер, он говорит, ой, ужас, а у нас нет 200 чипов. Мы такие, ну, распечатайте 200 чипов. Они такие, а мы вообще не представляли, что это возможно. На самом деле, это частая проблема таких вот сложных моделей, когда тебе нужно сделать много чего-то, и ты понимаешь, что у тебя на мастерке сидит один человек на принтере, а там нужно распечатать миллион листов. И принтер сломался вчера. Да, потом их все порезать ножничками на кусочки, и потом все это только раздать. Или ленточки какие-нибудь там проштамповать, или еще что-нибудь такое. В общем, вот эти вот маленькие проблемки, они... Не придумывайте такие модели. Не придумывайте такие модели. Нужно делать проще. Вот. Ну или готовиться. Мы сами готовы были распечатать все это дело. Вот как раз пока мы ждали, пока бегал, я бегал по городу, орал, что вам всем ужасы, страхи, импирахи. Спасайтесь, кто может. Ребят как раз тащили. Так что... Возможно, эпидемия меня спасла. В итоге эпидемия уже была после верментайда, и ничего интересного не сделала, потому что мы же верментайд как раз хотели сделать до ночи, чтобы чума сработала, чтобы чесотка сработала. А и не чесотка не сработала. В итоге мы просто весело под закатным солнцем бодро вонзились в имперский город. Мы шли с таким, ну типа... Опять будет как обычный набег. Сейчас нам будут в маску бить всем городом, ну как обычно. Давайте, давайте, давайте посчитаем, у кого сейчас больше будет ударов в маску, тот и выиграл. Ну и с какими-то вот такими настроениями мы туда шли еще. Телега эта тяжелая. Или копьем в рот. Да, да, да. Мы заходим в город, все такие, типа, кто-то уходит из города, потому что... Вы понимаете, что внос колокола в город это очень душная часть. Да. Это происходит не по игре, он огромный и тяжелый. Он в ворота еле проходит. По улице тоже еле его протошили. Да, мы пошли про улицу, а там хеллбластер стоит, который мешает. Принесли гребуду и телегу. А все, как бы, челтвари такие, смотрят на это все и такие... Да, и там с кавалькада бастеров вносит, так вы ничего не видите. Здесь ничего не происходит. Ну, в общем, как это работало? Сир запускает колокол. И пока колокол звонит, Скавины бесконечно возрождают. У него была колонна? Нет, один и бесконечно возрождают. Да, там сколько, сколько возрождает. Ну, там, да. Просто его было как-то чудовище. То есть бесконечно. Он просто принес ведро варптокеном и сказал, вот, и этого бы нам хватило до утра. Там региональщик из одного кармашка варптокены в другую прикладывает. Вот, соответственно, ты умираешь, подползаешь к телеге, касаешься ее, возрождаешься, мастер перекладывает варптокен, ты идешь дальше воевать. И так 13 минут. И все это время город закрушает колокольный звон из колонки. Да, там и СБ-шная такая колонка страшная. Да. Вот. И это было здорово, потому что прям было видно, как нас не много, нас все еще... Нас еще 25 человек. 25 человек. Как вот эти 25 человек, но набегающие постоянными, бесконечными волнами, размывают очень хорошую организованную защиту. Там была вот эта вот главная улица к воротам. Ну, ее штурмовали очень долго. Там очень долго стояли люди. Там плотный строй стояли. Да, да. Волковый строй или барчики. Да. А потом еще в бретохе... Ребенок, когда выскочил. А, да. Я в том переулке, когда ребенка еще не было. Тоже нормально. Там какие-то челы были. Я их сначала набила, а после этого строй... Вот, да. И, в общем, ты на них выбегаешь, вы деретесь, ты влетаешь в строй. Там кого-то убиваешь, тебя забивают само собой. Падаешь, отходишь, возвращаешься. Потом еще волна, еще. И ты с каждой волной чувствуешь, что строй... Как ты дальше пробегаешь. Да. Он постепенно редеет, и они уже не так сильно тебя бьют. Вот. И потом они уже начинают отходить. И потом в какой-то момент просто вот финальная волна смывает все это дело. И защитники разбегаются. И через пять метров там следующие высоты обороны, да. Помните, там были ребята, которые засели с огнестрелом в тупичке небольшом, за баррикадой. Да, и баррикаду поставили. Да, и баррикаду поставили. И всех оттуда отстреливали. Было вообще непонятно, как их штурмовать. Но у нас ничего не сносило осадные хиты, поэтому не надо. Вот. И это в одном конце города. В это время в другом конце города обороны у башен, где тоже вот они организовали прям офигенную оборону, там отстреливались. И в них тоже там кто-то стрелял, кто-то набегал, пытался... У меня была смешная там история с этой башней, когда в ту сторону побежал. Там уже далеко надо было бежать от колокола. Да, когда в меня стрелять с башни, я, короче, влево, вправо, влево, в меня, у меня плачут сюда, сюда, сюда. Да. Ну да. Между прочим, не зря флагелорумцы, которые вывозились как раз стражей вот этого верхнего города, делали эту башню. Говорят, это единственный раз, когда она сыграла. Вот. И таких точек по городу было, ну, наверное, спиток точно, где была всякая возня. Опять же, со стены стреляли. Да, со стены стреляли вот у ворот, где Готрик и Феликс очередного гроба. Нет, Готрик и Феликс, что интересно, они вот, когда вот мы встали в Верминтайде, мы встали на площади, и они были вот с одной стороны с таверни Аскайкухни дочери, а с другой стороны другая таверна. Илвер Феликс сразу в другой таверне, они там были на том таверне. Я помню, да. В общем... Подожди, что ты пытаешься сказать? Я пытаюсь сказать, что в итоге стаётся такая абсолютно апокалиптичная атмосфера, доблестные и отчаянные защитники борются за каждую улочку против нескончаемых орд. В итоге получается, правда, такой незабываемый опыт. Да, причём для нас это тоже вот такая же адовая борьба, потому что нас 25, а если кто-то добежит до колокола и сломает его, а это несложно на самом деле. То вся вот эта вот радость и весь этот праздник прекратятся. Поэтому мы, грубо говоря, на левом фланге на кого-то давим, а справа три человека трескальвенно стоят против орды людей, да, пытаются как-то там судорожно что-то отбивать, а потом меняемся места. Ещё хорошо, что мастера, когда поняли, что имперцы начинают задавать, попросили помощи в пастуке. Подожди, до этого ещё далеко. Да, подожди, до этого ещё дайте. Да, ещё целых 13 минут не было. Да, да, да. И вот я бегала, и мне реально казалось, что прошло уже, я не знаю, мы, наверное, полчаса 40 минут уже, а это всё те же 13 минут идут. Типа, вот за эти 13 минут ты столько, как бы, этих эмоций получаешь, ты носишься по этому городу, причём там, если кто-то засел в домах, ну, типа, они засели в домах. Мы в дома практически не врывались, ну, может быть, совсем чуть-чуть. Да, у нас осадного ничего с собой не было. Волк мы в первый раз взяли с собой джизель, это была самая скучная часть. Да, да. Мы не взяли. У них довольно быстро кончились снаряды и петарды, и всё кончилось, и стало скучно. Вот, а я с копьём была, и это было очень весело. Вот, и ты носишься по этому городу, по этим переулкам, периодически какие-то люди ещё вылезают, кто-то... Мы долго не могли понять, как вот этих стрелков всех убрать. Вот, из пестивенцев кто-то с кадилами залетел над воротами, да, их там всех положили. Ой, ну, это было просто невероятно. А потом набежали орки. Да, в процессе верментайды набежали, когда, как я понял, мастера поняли, что... Очень близко к концу прямо. К концу, да. Это было очень забавно, когда, да, вы с кванретами сражаетесь, и вот эти уже последние остатки сопротивления, и вы готовитесь их сожрать, и тут выступает из переулка чёрный орк такой большой. И такой у вас... Ну всё правильно, они увидели офигительную драку и пришли туда. Да, да. Это ещё более добавило. В общем... Да, потом мы закопали колком, и оставшиеся такие... Он дозвонил, значит, дальше получилось, что всё... Все здания разрушены, все двери открыты, но ещё какое-то время мы побегали, но недолго. А там можно было просто сразу закопаться с колоколом, или если ты не успел закопаться, ты дерёшься, но уже не возрождаешься. Вот, да. Мы со сказом так сразу закопались с колоколом. Да, потому что... Подошли сначала до нашей локации, смотрим, и думали, может, типа, вы уже ушли. Мы посмотрели, а там никого. Возвращаемся до подпути обратно, смотрим, как вы опять тянете этот избранный колокол. Да. А, и всё это время в таверне адской кухни сидел народ, стоял, наблюдал... Там сидела вся команда быков Косланда, курила кальян, пила пипчик и болела, я не знаю, наверное, за нас. Я в это очень сильно надеюсь. Вот, ну и, в общем, всё закончилось. Кто успел закопаться, тот успел закопаться, кто-то так и остался и погиб в городе. Кабры защищая его, а то от орков. Нет, ну, между прочим, если так говорить, то просто имперцы, они как-то не поняли, что с нами делать, и думали, что надо просто перебить нас всех, пока варковало камня и не кончилось. А они и кончались! Да. А потому что не было организованной обороны, им как-то... Да, это круто, что не было организованной обороны, что типа... Да, потому что... Обороны, да, это Душниловых всегда. Это когда одна толпа стоит, такая, ну, идите, а вторая то что ли? А мы сейчас подойдём! Да, а тут была именно такая вот массовая резня, стихийная. Ну, я думаю, всем, в общем-то, не только Скавинам, но и людям понравилось. Говорят, что Шотфельд почти весь огнестрел потратил на нас во время войны Найда. Ну, не мудрено! Да, да. Вот, и мы такие, всё, всё закончилось, нам вынесли попить из таверны, и, типа, мы такие счастливые. Спасибо. Вот, и мы с Колоколом, обратно мы его уже катили. Катили. Да, облаки на волке. Да, мы его, всё, мы вытащили его из города, и идём такие, и все молчат, потому что не на что жаловаться, это было так офигенно, просто... И даже Колокол таким тяжёлым уже не кажется. Потому что его Катишин писал. Галли даже перестали ныть. Ну, потому что ты 13 минут бегал, все задыхаются уже. Как тут ныть? Мы просто в Угуртах давно не были. Нет, в этом-то и беда, что вот эта вот дефолтная массовая ролевая... Массовая боёвка дефолтная ролевая, она не такая... Она абсолютно не такая везёт. Ну, нет, нет, нет. Штурмы с лентами, но только если в воротах. Но в воротах там очень всё-таки... Ну, нет, я вот с этой душной штурм. Смотри, у тебя на играх штурмы с лентами, они всегда в воротах происходят. А вот, нет, кстати, нет, на этой Мартиновке сломали стену, и там ещё была борьба за стену. А весёлая беготня по городу? Интересному городу? Весёлая беготня до врача, чтобы он тебя вылечил, потому что ленты кончились, и ты бежишь назад. Стена, это как ворот, но только без ворот, так что... Ну, нет, конечно, это было круче, на самом деле, любой боёвки. В России сейчас... Опять же, имперцам, например, очень хорошо. На маёбрах вспоминаем ту же Ванзаму с бесконечным респаундом. Это же не оно же, вот в этом будет прикол, оно круче, беляркация. Да, потому что такой контурага хорошая, и прикольные локации, и правила всякие. В общем, Верментайд, это реально лучшая модель этой игры. Вот, поэтому его на следующий клинику. Ну, не факт, 50 мест. Его просто забанят, но слишком весело. А, возможно, знаешь, сделают какой-нибудь эльтийский Верментайд. Ну, я согласен. Вот, там будут бесконечно возрождающиеся Хээльфы. О, отлично! Да, и все такие будут... Да, и все такие будут... Да, и эти разы не убрут просто, и все. Верментайд Клинику Со receivers Неужели там и пройдут мир, а когда тут режут мирных жителей? Продолжение следует... Маля, что вы на моей почте делаете? Чего вы поделились? Беженцы! Не трогай мясо! 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 С водовозами! Потом мы вырезали город! Да! Это была цензура, на самом деле это были мы! Когда мы наконец-то притащили колокол в нору, вернулись, уже смеркалось. Мы в один раз бежали бирки визитом, да? Да, мы как раз через станцию бежали бирки визитом. Немного там побегали, но это уже было не так, это уже так было потом. Под вечер. Под вечер, да. А потом вернулись, начали откисать в норе, пооткисали в норе и решили, что пришло время. Железноморд, конечно, стал варлордом Скалли, но этого никогда не достаточно. Перед абсолютной властью оставалось одно препятствие. Рогатое препятствие серии провидец. Поэтому мы начали замышлять, как же его убрать. Мы сделали большой план. В лаборатории был изготовлен специальный смертельный яд, который убьет серого провидца с одного удара в спину. Да. Осталось только его заманить. Железноморд, собственно, отправился пытаться подстроить засаду на серого провидца. Пришел шутер к серому провидцу, но тот-таки серый и провидец понимает, что когда его приглашают куда-то на другую территорию, то дело парк керосином. И, конечно, не пошел. А когда в следующий раз Железноморд вернулся в этот шутер, то тут же к его горлу приставили нож. Оказывается, что все это время серый провидец прекрасно знал, что на самом деле под маской Железноморда кроется беглый рецидивист и преступник, который саботировал планы схемы и замыслы. Поэтому... Так, теперь нужно сорвать маску. Да, сорвай маску. А она приклеена. Она из приклеена. Нет, она не приклеена. Ага, попался! Это был скрех! Все это время это был скрех! Да. На этот раз уже открытому скрехшу, да, преступнику, были поставлены новые условия. Он будет выполнять все приказы серого провидца, но на этот раз на безвозмездной основе. И если с херным провидцем хоть что-то случится, то вся стая узнает, кто на самом деле крылся под маской Железноморда. Надо объяснить. Да, локальный точек, локальный мем. Да, хорошо. Ну, это очень большой локальный мем. Это... В прошлом году у нас была фабрика, которую возил Кламмункаст. Вон он. Да. Ну, и Кламмункаст в конце игры был съеден, предан, произошла типичная скавинская революция. И был провозглашен новый вождь Скрехш. Скрехш очень быстро растратил и раздал всю казну ворвкамня Кламретом. Потому что иначе его бы тоже сыграли. И ему нечем было платить налоги в Союз 13. Поэтому он притворился Железномордом, надел железную маску. Скрехша как будто никогда не было. Вот. Но теперь все было по-другому. Поэтому, как только Железноморд вышел из этой палатки, он тут же подошел к Ракшиду, взял его за плащ и сказал, я заказываю тебе эту рогатую сволочь. Да, и это единственный раз, когда меня купили как из Сатсина. Ну, ты настолько хорошо прятался, что мы, в принципе, не знали что-то. Неуловим Ракшид. Да, неуловим Ракшид. Серия, проведец, который знал секрет, должен был умереть. В общем, у нас накопилось к этому времени какое-то количество ресурсов. У нас был... Это где-то еще до Верментарии. Да, алхимический садик и инженерная лаборатория, и мастерская. Вот. И мы, в общем, как-то подходим к нашему региональчику, говорим, региональчик, у нас есть идея. Вот смотри, у нас есть алхимический садик и алхимик. Мы уже можем сварить яд. Он так, ну да, можете. А вот, например, если мы этот яд кинем в человеческом городе в колодец, они же отравятся. Он так, да, отравятся. Вот. Да, и серый проведец тоже стоит, внимательно наш план схему слушает, так кивает. Ну да, все вроде хорошо. Потом ректор делает паузу, говорит, ну тут нюанс есть, у них в городе может не быть колодца. Вот. Мы так, без проблем. У нас есть инженер. Вот смотри, если мы в человеческом городе построим колодец, а потом его отравим. Они же все равно отравятся. Вот. Тут ректор завис где-то на минуту. Так у него прямо слышно было, как он перелистывает правила в голове. Вот. Долистывает до нужного момента. Так. А, ну тут совпадет. Да. Колодец в городе. В городе. Отравили. Отравили он так. Да, отравится, но понадобятся ресурсы. И тут же так серый провидец. Нет. Нет, нет, нет. Это мы делать не будем, потому что нужна окуриволка, иначе мы все отравимся. И вот потом Саша на эти деньги сделал окуриволку. Ну, в смысле, на ресурсы. А вот то, что не пошло на яд для колодца, пошло на яд для серого провидца. Нет, но в конце концов-то у нас же наши эти агенты пошли травить кого-то. Мы наконец-то, как песни, сварили первую сюжетную чуму. Тут же испытали на прекрасном городе Бирквиза. Подбегаю к региональному мастеру с бланком сюжеты болезни. Я говорю, вот мастер, смотри, я сварил, я донес красиво. Сейчас я выйду из твоей мастерки, меня сейчас в пятидесятером просто забьют илебардами в пол. Ну ладно, я готов. Я готов служить делу великой чумной рогатой крысы. Она такая, хорошо, не проблема. Смотри, видишь вот знамя? И получается вот ворота, рядом с воротом была мастерская. На нем знамя с флагштоком. Он говорит, видишь этот флаг? Я говорю, нет, но я предозреваю, что он там есть. Он говорит, хорошо, смотри, вот пока вот там вот этот флаг, на город не действует эпидемия. Я такой, эм, вас понял. Хорошо. Вот, но возник план великого похищения артефакта. А я посидел, что-то поужинать решил. Сидел, в общем, в норе, я как раз там принимал, ждал, как агенты придут с ними договориться. И тут мне приводят двух темных эльфов. Одним из этих темных эльфов был Архимактени. Вот. С прекрасной невидимостью. И тут все стало на свои места. Мы понимали, что если мы украдем эту штуку к нам в лагерь, то мы не сможем потом убить всех чумой. И поэтому воровать его себе было глупо. А тут как раз появилась возможность своровать его и отдать кого-нибудь куда-нибудь, пусть плывет себе дальше в нагород. Какая разница? Единственная проблема. Мы не думали, что в последнюю ночь кто-то будет на страже этого прекрасного знамени. Ну, типа, был вариант в чем. Я подбегаю, как сказать, к стражам, два фаербола, типа, фаербол затыкал и побежал обратно. Но получилось так, что я выхожу, бегу к этому штандарту и вдруг на меня находит конклав из шести шляп. Я такой, ой, нас кто-то сдал. Ну, как говорится, фаербол в одного, там, по вонзали с другими, там, пока полежал, меня решил никто не трогать. Я ж чумной, да. Мне говорят, ну, давай я тебя добью. Я достаю, значит, вот кипу вот такую болезнь и говорю, тяни. Они такие, а я чего-то не хочется. Ну, ладно, хорошо, но я пополз тогда, ну, давай. Ты же ранен. Давай, мои десять минут еще не закончились. Подходят ребята, агенты с эльфами, понимают, что стражи не дезактивированы. Ну, благо, они растерялись, быстренько народ глуханули, забрали штандарт, типа, под невидимостью, ну, и спокойненько там дождались, пока ворота откроют и утащили. Так что на следующий день мы все-таки смогли провернуть еще раз, типа, две чумы в Шонфельде и в Бирке и закрыли, как говорится, условно, малое задание, просто, типа, пробить сюжетную чуму в двух городах. События утра четвертого дня и ночи третьего немного сливаются вместе. Рекшиду заказали серию провидца, он пошел спать благополучно, вот. А потом серию провидца все-таки, его планы схемы достигли кульминации. Он смог набрать нужное количество чертежей этой мегабашни, которую он так сильно хотел, и осталось только пойти с его верным шантажируемым инженером спросить у мастеров, как же ее построить. Сколько нам нужно ресурсов? Сколько нам нужно варптокенов? Мастера отвечают, да, нисколько. Пусть скали совершат само действо строительства, построят башню физически, ну и все. Мы такие, ага, ага. Строяк закончился третий день назад. Да, третий день назад закончился строяк. Сейчас последний день игры. Большую башню. Надо строить большую башню. Что ж, немножечко офигев от этого, мы такие, и что, нет никакого другого варианта? Мастера посоветовались и такие, нет, есть один вариант. Никакой башни строить не надо. Вам нужно привезти 13 магов и одновременно принести их в жертву. Наши глаза округлились от такого предложения. А сколько вот каждый из нас видел магов за всю игру? В среднем одного. Причем, возможно, это был один и двух. Двух. Двух, серый, серый. А еще мой послушник третий. А даже в лучшем случае, сколько из них можно дать живыми привезти на ритуал? Трех. Включая его и его послушника. Тресира. Тресира, безусловно. В общем, да, нас немного начала покачивать от таких предложений. И мы вроде как остановились на этом варианте. Ладно, башня была лучше. Давайте остановимся на башне. Давайте остановимся на башне. На что мастера говорят, нет. Ладно, давайте уже утром разбираться с этим совсем. Да, утром Данила встал рано, потому что надо же что-то делать. И мы пошли строить башню. Да, буквально говоря, тут такое дело, нужно башню построить. Я такой, да не вопрос. Сейчас мы за 40 минут захулярим. Да, но она вышла не очень большая. Где-то метра три, наверное. Метра четыре она вышла. Может, четыре, да, четыре. Но просто очень смешно, что четвёртый день игры мы начали, взяв шуруповёрты в руки, взяв досочки, и пошли строить башню. Да, и строили мы её прямо во дворе у Серого Сира перед его резиденцией. В итоге башня получилась. Там висел гигантский знак рогаты и звенелка. Звенелка офигенная получилась. Пониз лучше. Звенелка офигенная. Как церковный косы. Вшу трёпку покрепки. Вести канат. Ну ладно, первый раз обряд не удался. Повторяю. Перевелываем! Все светились. Серый Силур утром смотрит такой на башню. Ну как на башню? На бассейне башню. Вы не нормальные, конечно. Да, потому что он не ожидал ее увидеть, он уже ожидал, что нам нужно ловить 13 магов, а потом пришли мастера и тоже не ожидали увидеть башню по ходу. Было сказано, ладно, нужна и башня, и магия. А что вы смеетесь? Что, не смешно? Это Россия. Да, ну и мы, в общем-то, решили, ну, нужна, хорошо, башня есть, будем добывать магов. И это была преамбула ко второму верминтайду в Архаммерку. А как можно запустить, поймать много магов? Нужно ловить там, где они есть, а есть они, очевидно, в городе. Поэтому начался второй верминтайт, на этот раз беркевизы. Да. Если я правильно помню, то там была такая тема, что перед тем, как, наверное, сейчас где-то минут за 15-20, большая часть имперских войск собиралась в батлзону. Да, чтобы победить в свою роль выиграть. Да, у них там был свой движок какой-то. Там вообще было чуть-чуть по-другому, на самом деле. Но, смотрите, в общем, как всегда, все собираются в 10 утра. Я в 10 утра уже варю снова это, 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 чесотку. Снова заправляю ее туда. И мы ждем, сколько времени это займет, пока все уже собираются. Потому что мы заранее сварили и сюжетку, и чесотку. Пока, знаю, мы же не знали, вернули ли они за утро знамя или нет. Ну, сюжетка, понятно, она галочкой ставится. У мастеров это нормально, а чесотку надо тащить, опять же, с мастера. Их в прошлый день что-то ничему не научили. Ну, и не важно, как говорится. И, как я понял, то ли мы чего-то ждали, то ли мы чего-то не ждали. Как мы с Сиром говорили, мы могли влететь и просто еще до того, как был Battlezone. Но в итоге произошло так, что мы реально начали двигаться. Да там Сир ходил договариваться с мастерами, договаривались, куда колокол ставить, как надо вытаскивать, куда его не ставить. Ну, вот эта вот вся вот эта вот патология. Да, вот эта вот машина, из этого она скушала очень много времени. То есть мы там, допустим, в одиннадцать уже были готовы убегать на ферментайд. Когда все отряды и сопровождающие их маги уходили на Battlezone, у ворот их ловили мастера и говорили магам, что... У вас особое чувство, вам не нужно идти на Battlezone, да и это скучно. В городе сейчас будет интересно, тут, в общем, будет и в рент. Да, в общем, на вас действует специальное сюжетное чувство, что вам нужно тут остаться. Вот, и маги остались, и, в общем, этот ферментайд был не такой веселый с боевой точки зрения, потому что большая часть войск ушла из города. Ну, там кто-то остался, на самом деле. В смысле, в городе 400 боевых персонажей, 100 ушло. Ну, все равно. Ну, мы столько не видели. Ну, неважно, короче. Но зато это была прямо охота на магов, потому что ты просто бегал по городу... Человек с книжкой. Да, человек с книжкой. Человек с босохом. Да, человек с книжкой оказывается городским судьей каким-нибудь или купцом, ну, просто потому что... Просто человек с книжкой. Но в итоге мы наловили магов, людей с книжкой с запасом. А это было очень важно. Да, потому что, кроме прочего, у нас же был великий план схемы заговор против серого сира. И нужно было сделать так, чтобы во время вот этого ритуала рядом с ним оказалось максимальное количество скальли. Поэтому каждый скальли брал вот ближайшего похожего на мага и тащил его к башне, просто чтобы там стоять. Я, например, туда принес жрицу, еще одну жрицу и какую-то арабийку просто, ну, потому что... Она странная. Да, надо было тоже туда попасть. А еще, ну, потому что если человек хочет попасть на ритуал, ну, здорово. Но верментайс, в общем, был веселым тоже. Да, верментайс был, в общем-то, хорошим, но не таким уже драйвовым, как первый. Ну, тоже мы там долго, весело бегали по улицам, но было уже, конечно, да. Опять же, хорошие, длинные, вот эти две длинные улицы позволяют отлично стрелять из Ризели. Ну, ибо. Сиды! Сидите его! Сидите, солнышко света! Сидите! Сидите, солнышко света! Сидите, солнышко света! Сидите, солнышко света! Справить, солнышко света! Дальше, дальше! Много, много. Но так или иначе мы наловили магов, привели их к башне. Взяли их, всех повели, через весь лабиринт, через город, но все-таки нужно контент людям создать. Пошли. Пошли. Сверху, сверху. Пошли. 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 Пошли поворы. Все, все, как ты мне говорил, чтобы мы стали сильным под городом. Я укреплю стены этой башни кровью нас сильных, нас простых тварей. Тихо! Наружу! Сиро! Слаба рогатой! Попей их всех, зеленый! Поскольку не только Сиру было откровение от верминлордов, но и чумному жрецу. Поэтому чумной жрец догадывался, что если чумному жрецу для проведения ритуала нужно 13 заболевших магов. Асир меня к магам не подпускал, чтобы я их не лечил и не давал им болезни. Это отличная тема саботировать ритуал. Потому что зачем делать хороший ритуал для Асирого Пророка? И пока, как говорится, все там красиво ходили, стукали магов. Я под шумок. Когда какой-то кипиш у магов был, многие маги умели лечиться. Мы их стукали, красивенько ложили. Я такой, о, вы больные, давайте один хиточек. И давайте перевяжу, и тебе один хиточек, и болезнь еще держи. Вот тебе один хиточек, и болезнь еще держи. Раздал на кого попало, но в итоге, там, здоровых было, там, меньше половины. Мы задумывали убить Грейсира на ритуале, сделав его 13-й жертвой. Теперь это вполне маг. Я стоял, типа, с барабаном, и у меня внутри, правой рукой, я стучал по барабану красиво всякие ритмы. А в левой руке у меня был фырбол. Ждал, пока Грейсир красиво ко мне повернется спиной. И, по благословению Рогатой, он начал в самом ближнем конце отмей, когда обходил башню вокруг. В конце он встал ровно передо мной спиной. Чумные кадильщики готовы, уже заряжены, сразу бежать вперед. 12-я жертва. Начинаю стучать все быстрее, 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 быстрее. Достаю руку с фуэрболом из барабана, и тут происходит странно. Слава Рогатой! Слава Скалли! Скалли подлый, мы говорили Скалли подлый. Скалли подлый, мы говорили Скалли. Призошло предательство, предательство. Да. Ну, в общем, Сир был... По идее, хотелось бы, чтобы он был тринадцатой жертвой, чтобы провести ритуал за него. Довольно очевидный посыл. Но не получилось, он убил тринадцатую жертву. Когда к тебе подходит ассасин в красном плаще, которого ты сказал, что он нужно было убить, то это тот же, сука, ассасин. И он долго идет за ним. Сир идет по кругу, режет жертв, а этот идет за ним. Буквально за ним. И в итоге отравленный клинок Рокшида оказался быстрее, чем... Быстрее магического... Буквально, не знаю, там, на полусекунды. На полусекунды, да. Поэтому Серый Провидец это наша добыча, наша трактовка. Да. Но Серый Провидец тоже был довольно быстр, и он успел зарезать тринадцатую жертву. Да, да, поэтому он был четырнадцатый жертв, и ритуал был в итоге расстроен. Да, мы, получается... Во всяком случае, это наша трактовка происходящих событий. А потом тут же началась резня, потому что все накинулись на всех, и скали были успешно завонзаны. Самое смешное, что меня в итоге не добили, и я уполз. Но потом... Нам повезло, что кто-то из пестелинцев сказал, режьте предателей скали, и волканы сначала, как понял, вас не били, и нас не били. Это плюс был. Это Оксана была. Понимаешь, я думаю, что волканы решили, что сейчас мы вместе с вами накинемся на них. А пестелинцы, возможно, решили, что мы сейчас с волканами накинемся на вас. И только умная Оксана вовремя ткнула пальцем, сказала, бей их, и все пошли беденосы. Да, это было реально их дело. Да, это она прямо очень хорошо сказала. Но в итоге на центр круга вышли мастера и объявили, что ритуал пошел не так, и вся башня просто взорвалась и расщепилась на атомы вместе со всеми присутствующими. А по-моему, наоборот сказали, что ритуал прошел, и все хорошо. Да, нет, трактовка на строк том, что ритуал прошел, просто все взорвалось, потому что это была часть ритуала. И вообще он не должен был делать то, что сказали. Но наша трактовка лучше и интереснее. И интерактивнее, что самое главное. Мы в итоге потом решили, что гораздо интереснее будет, что если мы расстроили ритуал тем, что сделали 14-й жертвой Северного правительства, и в итоге из-за этого все взорвалось. Это наша трактовка, там все и было. А мы, потому что мы жертв половины живых, половины здоровых, половины нет. Но так или иначе, заканчивать игру великим предательством, это здорово для нас. И это получилось. Давайте о важном, почему же мы не предали Сюра раньше? Зачем? Да, зачем? Да, потому что у нас нет квестов, и если мы его предадим, что же мы будем делать дальше? Сидеть, скучать. Даже не в этом дело, предавать нужно в нужный момент. Если ты предаешь раньше времени, то на тебя наваливаются проблемы. А раньше времени почему не было? Потому что незачем было. Потому что времени велосипеда не было. Любое предательство обусловлено не тем, что скавины просто предают, они предают зачем-то. Вот когда Железномород стал главным, во-первых, а во-вторых, когда Серый Провидец на него наехал, у него появился стимул предать любой ценой. И поэтому мы его предали. А если бы он не наехал на Железномород, возможно, мы бы с волканами против пестов зашли? Если бы он сказал, что я великий, могучий... Да, но общая идея в том, что скавины предают всегда, но предают не ради предательства, а ради какой-то цели. Мы очень рациональные. Да-да, мы настолько рациональные, что ездим на Вархаммер уже много лет. Строим непонятно зачем лабиринты. Очень рациональные. Да. Ну как, мы рациональные, но не умные. Да. Ну и на этом моменте, собственно, сюжетная, серьезная игра закончилась. Потом вы пошли с шарманщиком погулять. Ну, а там было просто походить. Да, это было... Походить. Во-первых, ребята хотели дойти до ухотварей. Я-то туда доходил, потому что там был архимажеский ивент. А, кстати, про архимажеский ивент, наверное, чуть побомблю сейчас. Архимажеский ивент — это ужас и страх. А ты возьми с собой пистолет. А ты возьми с собой сначала внедорожник, чтобы по той грязи... А эвент был ночью. По той грязи ты все колени там оставишь. А во-вторых, я дальтоник полный. Я в темноте вообще не вижу. Я там не то что в этом лесу, даже поднявшись по этой грязи, я там в лесу никого не увижу и ноги себе сломаю. Мастера. Ну ладно, бог бы с ним. Сделали бы телепорталку вот в центре батлграунда, вот дошел там мастер стоит, чтобы маги... Ноги себе не ломали, да? Вот дошел ты до центра батлграунда. Нет, давайте я скажу проще. Ивент архимага — кринж. Да. Вообще как вот просто... Как идея. Как идея. Это кринж. Но если у одного из архимагов есть пистолеты, то все становится... Согласен. Остается лучше, но это как раз одна из демонстраций, почему это кринж. Да, в итоге, в общем, с Мажеским, по крайней мере, у меня не получилось. Но вот у темных эльфов получилось, спасибо им за это. Ну и встретили шарманщика, и он предложил после игры немножко еще поиграть в гамельницкого крысолова, только вот в Вархаммеровской итерации. Он, соответственно, шел с шарманкой, и пока шарманка играла, все скавины собирались за ним, и он колонны их должен был увезти из города, собираясь горожан за это деньги. Вот, какие-то деньги он собрал, потом повел нас к эльфам. Ну, это прогуляться по эльфийским локациям. Да, но, к сожалению, у темных эльфов в это время никого не было, они все ушли. Лесные данжные. И душные тоже были. Да, были данжем, а светлые сказали, что тут волшебный туман. Вы сюда не идете. В принципе, лесные это тоже сказали так. Не идете, да. Ну, в общем и целом, поэтому мы туда сходили зря, но зато после этого... В обратную сторону был сбег. Да, шарманщик привел с нас назад, а к нам еще по дороге присоединились другие скавины. И нас стало раза в три больше. И он входит в ворота, его спрашивают, ты зачем их привел? А он так, понимаете, они не уходят, наоборот, сбегаются все больше и больше, за мной там уже 100 скавинов идет. Поэтому, поэтому платите деньги, иначе я вот сейчас перестану сбегать прямо здесь. Вот, и граждане так, хорошо. А это вот как раз после вот верментайды, поэтому они еще помнят, что такое толпа скавинов, которые бегают по городу. И они ему так, хорошо, ладно, вот тебе деньги. Он идет, соответственно, собирает со всех эти деньги. Доходит до людей, которые боевые, с оружием. И это, видимо, были те, кто ходили на battlegrounds. И не в курсе, да? Поэтому не воевали со скавинами. И вот он им говорит, и сейчас, если вы мне не заплатите, я отпущу скавинов. Он такой, ну давай. Да, и там прям так опускаются алебарды, и сзади командир из застрой говорит, опускается, опускается скавинами. Вот, и тут шарманщик делает очень красиво. Он просто так вот, он играет, 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 потом раз, музыка прекращается, и он тоже в этот момент так вот практически исчезает. Вот он был с шарманкой кучей денег. И вот раз, и его не стало, и денег тоже. Он бынь, да, исчез, и все вот эти люди с алебардами тут же побежали на нас. Мы там весело, ну, потыкались. Потыкались, не очень долго, потому что нас было больше. Да, нас было немного, мы на вот этот, поход с шарманщиком не брали с собой особо оружие, ну потому что зачем. Вот, ну все равно было весело, я думаю, в общем, тоже понравилось. А ты можешь сесть, пожалуйста? Быть скак, вынтаска, вынтаска, вынтаска. Мы такое тебя, что я сейчас? Иди, я их задержу. Иди, я их задержу. Скавин, скавин, скавин! Нажом, нажом, нажом! Нажом, нажом! Разошлись! Разошлись! Я еще хрыз! Стас, стас назад. Вот это я понимаю рэгвик. Латбол. 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 Лучшая игра. Первое, второе, третье, четвёртое. Чё там у него сказать? Первое, второе, третье августа. Санкт-Петербург. Мы едем. Аааа, мы не ожидали этого вопроса? Сложный вопрос, наверное, если берём команду. Но в целом про Блэкбол, который был после всего, это уже мы поиграли шарманщиком, и по традиции отправились играть Блэкбол со руками. Это весело. Как обычно. Там ещё мяч был рассветательный. Да, мы сломали мяч в процессе Блэкбол. Сломали они колено? Ну, это мелочь. Не обошлось. Оно маленькое. Блэкбол большое. И у тебя есть второе колено. А второй башки у этого чувака нет. Ещё ты можешь скрафтить из РЛФ. Не обошлось без неприятных моментов. Но не обошлось без приятных. Но новая инновация на Блэкбол нужно переходить с большим ведром попкорна. Да, это прям делает всё лучше. Это работает. Это мы с 19-го года хотели попкорн сделать к финальному параду или к какому-то концу игры. И вот наконец, наконец. Потому что каждый раз это тот самый момент, когда, не знаю, опять финальная битва, на которых не пустили. Типа Силхаус, там что-то такое. Это такой формат. Вот под него попкорн. Вообще Блэкбол это традиционное завершение игры, и это здорово. Орки предлагают всем поиграть или друзьям поиграть. Ну, на самом деле, по-моему, они предлагают всем, а вот соглашаются почему-то не всем. Ладно, давайте переходить к заключению. Нытьё! 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 Любимая часть? Давай, скокришь ной. Итак, это была офигенная игра. Верминтайды чудесные. Были квесты и было интересно. Но не у вас. У нас тоже. Смотрите, скокришь плохо ноет. Подожди, я просто не дошел. Сложный процесс. Серый провидец – это один из лучших вождей скавинов. В принципе… Лучше только другой серый провидец. Лучше, да, только… Ну, хорошо, нет. Все серые провидцы хороши. В этом году у нас были наши скавинские модельки и специально обученные люди, которые занимались тем, что продвигали наши скавинские модельки. У нас даже был скавинский сюжетный игротех. Да, вот. У нас даже был скавинский сюжетный игротех. Но при этом были штуки, которые, к сожалению, не работали. Например, экономика. Да. Она была лучше, чем обычно, но… Потому что она была. Да, потому что она была, но все еще вот не вполне работающая. Критическая проблема с скавинской экономикой. В этой она работала лучше, чем раньше. То есть, был мастерский торговец. Можно было получить ресурсы, которые нам раньше даже и не снились. Потому что в прошлые годы мы такие… О, нам нужно 10 волокна и 500 материалов. Но мы не делаем это, потому что мы не можем их получить вообще… Почему? Все еще можно обменивать и других фракций. Нет, нельзя. Вот. Ты пойди, дойди. Да, вот. Я же доходил как-то. В прошлые годы? Воюем. А, ладно. Вот и все. А тут она как бы есть, но в итоге в конце оказалось, что есть она для буквально нескольких высокоранговых скавинов. Это, во-первых. Во-вторых, самое лучшее, что было за экономикой сделано, когда Скоклиш угнал казну, он поменял ее, начал тварьские деньги, и мы отправили одного нашего кланрета купить искусство. Да. Собственно, эта экономика, она была не нужна большинству остальных скавинов вот вообще. В некоторые моменты, когда, там, скажем, ну, мне надо было выдавать зарплату WarpToken, я их выдавал, и они такие берут ее, и что с этим делал? Его даже съесть. Да. А вот этот можно. А вот этот можно. Они не имеют никакой цены, и пока я, ядовар-алхимик, бегаю, стройку это улучшение, они сидят, и им нечего даже вот как-то... Этот пласт мимо них. И обидно. Это проблема не только Warhammer, на самом деле. Любая экономика работает тогда, когда людям, ну или скавинам, деньги нужны. Вот жизненно необходимы. Иначе они сдохнут. Да. Не на что-то интересное, а на что-то вот без чего ты умрешь. Если этого нет, то экономики нет. В итоге было очень обидно, когда кванред и стая просто сидят, скучают, и им нельзя даже поиграть в этот пласт. Было бы так отлично, если бы у них было что-то, как можно было бы взаимодействовать с этим. Какая бы такая сущность, возможно, насаженная на палку, возможно, ее даже можно было бы съесть. Вот, на самом деле, скавинскую экономику еще подкосил скавинский недозаезд. Если бы нас было больше, возможно, какие-то механизмы начали поработать. Но нас ее еще было мало, а токенов было много. Сколько наемный мист заказал? Сколько ядов ты купил у алхимика? Сколько болезней было заказано у пестов за токены как товар? Я их на халяву у пестов получал. А у меня просто в одно время стало очень много. Ты подходишь к кому-то, он говорит, смотри, у меня болезнь здесь. Я говорю, отдавай сюда. Ну да. Проблема с экономикой – это первая проблема. Вторая – это полигон. У Головинки есть много плюсов. Особенно по въезду. Забирал его отлично. Подъезд – это прямо чудо. Ее, видимо, проще согласовывать. Там много всего хорошего. Но вот минус в том, что локации на ней нужно размещать очень-очень аккуратно и внимательно. А то вот эта вот чехарда, типа локация хаоса, локация порядка, локация хаоса, локация порядка. Причастность того, что все локации порядка с друг другом дружат, поэтому все дороги контролируются с локацией порядка. Локация хаоса варится в собственном саху буквально. Ну да, на самом деле, с Кавиным в этом плане было чуть попроще, потому что у нас были бесконечные люки и подкопы. А вот хаоситы и темные эльфы, я думаю, страдали еще сильнее, чем... У хаоситов они хотя бы в центре жизни были, то есть они сразу, они обходили вот перекресток, они сразу на него выходили. Ну да, их там сразу... Но у нурглитов было две калеки в локации, поэтому они не боевым пятном всегда выезжали. Плюс это были культисты, это были не типа полноценные воки. Но смысл в том, что даже хорошие все эти туннели, это не панацея от этих проблем, и ну вот, проблемы есть. Короче, Моногород, Сильвания. Лабиринт интегрирован внутрь, вот. Моногород для довольно маленькой, компактной... Для маленького, компактного полигона, да. А Головинка маленький полигон. Это, в общем-то, хорошее решение, потому что там и играть все смогут, и вот все эти проблемы с неравноценной логистикой как-то, в общем-то, будут нивелированы. Мы повторим наше нытье по поводу лабиринта. Да, в принципе, нет желания строить еще раз, мы достигли совершенства, он был идеален, прекрасен. Так нужно строить лабиринты, но вряд ли мы будем делать это еще раз. И сразу запускать внутрь сагида. Вы знаете, как когда в новую квартиру въезжают, запускают кота. А в лабиринт нужно пускать сагида, он пробежит и скажет, отличный лабиринт, все, запускайте отсюда. Да, все сносим. Про лабиринт. На самом деле его можно построить, но только если будет понимание, зачем он нужен. Как большая battle-зона для маленьких групп приключенцев, вот там, не знаю... Или если половина экономики всего завязана на что-то, что находится... Да, или если это какая-то мега-шахта, в которой нужно физически что-то добывать. Да, и постоянно что-то делать. Да. Там есть какой-то движ, или когда есть нормальная, по-настоящему работающая модель контрабанды, которая никогда не работает, потому что подразумевает, а ну зачем нам модель контрабанды, это, короче, ты можешь в город мимо ворот пройти. Ну да, так или иначе, он будет работать и очень хорошо работать, только если будет понимание, зачем он нужен. Мы, в общем-то, научились строить лабиринты, не прилагая каких-то мега-усилий, не очень большой командой, но все еще на самом деле требует много... Это матовый стол ракеты. Ну, нужно понимать, зачем. Если будет такое понимание, то это будет очень классная точка интереса для всего полигона. Если нет, то он не нужен, и тогда строить его бессмысленно. Все нововведения всегда спорные. На этой игре было несколько тотальных нововведений. Первое – это проходки. Ну, проходные вещи в локации условного темного блока, ну, наверное, окей. Ну, если это зачем-то хотят наши светлоухие или сноухие друзья. Они боятся, что их так же закатывают. Ну, чего и мы боимся, что к нам придет каток и все закончится. Да, вот. В общем, да. Это, в общем, с одной стороны идея какая-то нормальная, но с другой стороны с ней очень много геморроя в плане того, что, ну, ты вот... Нормально, образно говоря, вот у меня не было, например, возможности нормально к вампирам зайти. Вот. То есть их к себе я провести могу, потому что я их могу постукать, сделать рабом, провести по тоннелю. Он придет ко мне в план, я выдам ему проходку и говорю, все, окей. А дальше сам. Выведу его в лабиринт в город и говорю, и все, да, дальше сам. А, типа, как... Типа, вот опять же построение локации очень... Вампиры, например, очень сильно намучились с этим. Вторая такая очень большая странность, это странность по работе с культом Желтого Клыка и с Кавенами, в принципе. Я, по-моему, то ли с февраля, то ли с марта месяца, как ранговый скавин, который предполагал, что будет работа с... Ну, типа, будет какой-то... Возможно, опять же, при возможности второй роли, когда, там, образно говоря, ты можешь выйти не то чтобы пешкой культа, а просто человеком, который тоже, условно, в поле зрения скавинов, как и культист. И чтобы вот вы с культистом друг друга видели, друг друга могли два раза моргнуть и понять, что, типа, где-то свои, что можно было, там, к ним прийти, там, с ним в них сныкаться. Непонятно, почему культы, которые непосредственно относятся к скавинам, не могут быть хотя бы на уровне того, что мне до игры скидывают в контакте профиль человека, который вывозит культ. Чтобы мы с ним хотя бы поздороваться могли до полигона. Это странно. Почему, типа, почему убрали мутацию, понятно. В 22-м году скавины выиграли ролевую игру, это недопустимо. Еще это антбэк, конечно. Ну, все-таки говорим тут про игру, наверное, а не про стопроцентное бэковое попадание, но хотелось бы. Концепция, как сказать, вторых ролей, она очень странная, потому что, с одной стороны, она тебя... Можно было бы завернуть нормальную вторую роль. Да, потенциал есть. Потенциал-то есть. Она не хуже, чем ужасная мутация, возможно, даже лучше. Потому что позволяет придумать что-нибудь интересное, маленькое, такое локальное, когда ты отыгрываешь именно принужденного человека, который всеми силами не хочет выполнять задания, которые в момент игры тебе нужно сделать. То есть, такой нордик внутри Вархангера. Да. Но у мастеров какие-то свои воззрения на этот счет. И это очень странно. А по поводу игровых механик, ну, наверное, опять же, проблема небольшая все еще с нашими прекрасными коллегами, которые не хотят играть в болезни ни при каких условиях, но тут уж, как говорится, у кого душа болит. Я этих болезней раздал, наверное, на игру огромное количество и, дай боже, нескольких людей видел, которые как-то это отыгрывали. Ну, это обычная тема, как бы, если там игротехи, например, могут взять у персонажа декашку, открыть ее и вклеить туда, как говорится, болезнь для послания, то я как игрок не могу такого сделать. Я это делаю на откуп и честность. А все мы знаем, как игроки любят делать что-то честно, если их это немножечко заставляет двигаться или дает им какие-то неудобства. Да у нас Штормвермин от твоей болезни помер. Так, я же к вам их претензий не имею. Да, и болезнь его убила. Да, я помню. Мы его даже изолировали. Шахту закинули, да. Изолировали. Вот. А, в принципе, с появлением, как сказать, возможности выкупа скавинов из мертвяка стало намного проще. Стало намного более поскавински. Возможно, даже нам теперь не страшны карты. Нет, стало, возможно, намного более поскавински в плане того, что можно спокойно... Да, режешь, убивай своих вообще без ограничений. Да, можно спокойно резать своих. Я еще раз повторю, что злила меня очень долго собираться на всякие вот мероприятия. И то, что ты их сидишь, ждешь. У нас нет своих квестов, потому что... Да, отсутствие просто. Извините, но мне мастер в лицо сказал, что типа, ну, я не знаю, какие квесты могут быть у Скалли. Я вам ничего не придумываю и придумывать не буду. Потому что, ну, не представляю, ну, а во что... Вот я понимаю, про что Чумны, я понимаю, про что Скраеры. Эх, был бы, значит, в главе клана Скали три года подряд. Техномаг Клана Скраер. Жалко, что такой ситуации не было. Удивительно, неправда. И не будет. Поэтому в следующем году мы будем строить ракету. Нет. Вы будете строить ракету. Нет, это безальтернативно сейчас по его... А как же мы будем строить ракету из Техномаги? А вот объясни мне, почему мы все время слушаем твои безумные идеи? Почему мы никогда не выполняем мои безумные идеи? Потому что я вас... Я вам четвертый год говорю, что я хочу сделать данж. Подожди. Меня все посылают. Нет, данж это там игротехами надо быть. Потому что я вас выдумал, очевидно. А еще мы не хотим на блинный берег. Ну это понятно. Потому что это большая цена. А, про ужасные вещи. Синие кабинки. Дайте нам срать. Да. Любой ценой. Но бесплатно. Потому что синие кабинки не повышают санитарии. Они ее уменьшают. Да. И это типа не смешно нифига. У нас жрец Пестелинс умер в синей кабинке. Он зашел и не вышел. Любым способом. Сообщайте заранее о том, сколько их будет заказано. Потому что у нас был на старике срач с чужим региональчиком. О том, что вообще-то говорят. Все знают про эту проблему. И мы могли бы сами заказать. А это наша кабинка, наши локации. Сообщите заранее. Хорошо. Закажем мы там свою кабинку. Если вы ее будете чистить. Мне не нравится кабинка. Все в кулуарах. Все условия о том, как это сделать в кулуарах. Мне мастер сказал, что вот красно-белый делает так много лет. А о принципиальной возможности ничего об этом не сказано. О том, сколько это стоит. Ну ладно, мы там сами. Само закажем кабинку. Вот там вынести оттуда. Ничего про это не сказано. Сделайте это как у стукового. Проблема назрела. Про проблему все знают. Сделайте с этим что-нибудь. Мне очень не нравятся кабинки. В нее невозможно влезть в костюме. Тебе придется снять весь костюм, чтобы туда залезть. Ну это же типа... Это пипец. Это проблема. Ямы были гораздо лучше. Но на главинке их нельзя копать сейчас. Так что это известная проблема. Но как бы... Вот как бы проблему решить как-то нужно. Только на этом канале. Мы не будем молчать про синей кабинки. Нам осталось поговорить про наши планы. Ну вот Даня сказал про стартовый стол. Мы напоминаем для всех, кто смотрит наше видео, но не очень ездит на Вархаммер, что в следующем году Вархаммера не будет. Ну будет Владбол, будет Вархаммер на Тории. Но вот этого конкретного, этого не будет. Будет Вархаммер на фарпосте. Да. Маленький Марк. Более того, будет Паве. Будет Паве. Будет Вархаммер в Барнауле, Алтайском крае. Будет Вархаммер в Армении. Будет, возможно, Вархаммер в Бишкеке. Всем советую. Вот. Будет Паве. Мы решили ехать на Паве. Нас туда наконец-то в роликах скорее взяли, чем нет. Будем рады там всех увидеть, если что. Ну и на Бладбол. Да. И поиграем в Бладбол. А потом в 25-м году Большой Скавинский выезд. Мы опять будем надеяться на Большой Скавинский выезд. Скраерский выезд, так сказать. Или Викинги. Будем строить ракеты. А, кстати, да. Будет игра по Викингам. В общем, по сериалу я надеюсь. Да. Отлично. В общем, планы есть. Вы от нас еще услышите. Сожалею. Да. Ну что, спасибо. Всем пока. Всем пока. Всем пока.